Доброе утро! Один мой знакомый недавно сказал, что обожает просыпаться утром. На мой вопрос, почему он ответил, что нет ничего приятнее суматошных или напротив размеренных утренних сборов. Когда вся семья еще дома, вы вместе завтракаете, смеетесь, планируете, собираетесь, да и просто радуетесь новому дню. Такие эмоции очень заряжают, сказал он. И тут, пожалуй, я соглашусь, ведь не только год, но и как новый день встретишь, так его и проведешь. И лично мне очень приятно, что этот день вы начинаете вместе с нами. Это утренний вестник, наветьте. С вами Валерия Ермакова. Вот о чем поговорим. 10, 20, 30 тысяч. Сколько пермики тратят на гендерные подарки, люди говорят. Где потратить немного, но приобрести подарок с душой, расскажет Полина Рифа. Очнулся гипс. Как правильно падать, чтобы избежать таких ситуаций? Самое главное для родителей – здоровые дети. Вся наша жизнь, так или иначе, состоит из вопросов. И чтобы на такие, как «А вы слышали?», «А вы видели?», «А вы знали что?», вы отвечали положительным ответом, нужно быть всегда в курсе событий. А если вы вдруг что-то пропустили, все самое актуальное в нашем новостном блоке. Специально для вас. Согласно закону, принятому уже в окончательном чтении, легковые такси должны быть оформлены в белый цвет с нанесением на боковую поверхность кузова комбинации красных и белых квадратов в шахматном порядке. Такая цветовая гамма выбрана не просто так. Она соответствует красно-белому оформлению пермских автобусов и трамваев. Новые требования к такси вступят в силу с 1 сентября и для тех, кто только получает разрешение на деятельность по перевозке пассажиров. Те автомобили такси, которые имеют действующее разрешение, будут ездить в том цвете, который есть, до окончания действия этого самого разрешения. Не только цвет такси был предметом рассмотрения в рамках этого законопроекта, еще и иные положения. В том числе вопросы, связанные с деятельностью Министерства транспорта Пенского края по контролю за деятельностью такси. И второе, дополнительные требования к такси о необходимости оказывать помощь и содействие незащищенным группам населения, которые пользуются этими услугами такси, в частности инвалидам. Еще одной центральной темой февральского заседания депутатов стал вопрос о реализации в регионе федеральной программы «Чистая вода». В Пермском крае она работает с 2019 года. Одним из ключевых показателей программы является обеспечение жителей качественной водой. Как отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих, доступность качественной воды для жителей остается актуальной проблемой во многих территориях Прикамья. Сейчас в качестве приоритетных числятся семь объектов водоснабжения. В поселке Щучье озеро Октябрьского округа, в селе Плеханово Кунгурского округа, в поселке Югокамский, Гремячинский, Кизили, Кунгури и Чусовом. На 22-24 годы запланировано проектно-смертные работы в порядка 20 муниципалитетах. И я надеюсь, что все у нас получится. Безусловно, здесь вместе с исполнительной властью мы будем более четко отслеживать тех подрядчиков, которые бы заходили к нам на конкурсные процедуры. Потому что действительно сегодня люди ждут качественную питьевую воду. Как сообщил министр, ожидается, что к концу программы в 2024 году более 93% жителей Прикамья будут обеспечены качественным питьевым водоснабжением. Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус. За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 5305 новых случаев COVID-19. Из них 937 – это дети. На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находится 350 пациентов. Из них 108 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8078 человек. Тем временем эксперты отмечают, что пятая волна коронавируса, которая сейчас идет в России, вряд ли будет последней. Очередной всплеск заболеваемости и, как следствие, шестую волну специалисты ожидают в июне, с началом сезона отпусков. В Перми власти ищут подрядчиков, которые обеспечат фейерверки на День города и День победы. На подачу заявки отводится три недели. На оба салюта в сумме администрация города готова потратить почти 2 миллиона рублей. По техническому заданию салют в День победы должен длиться не менее 10 минут. Для этого подрядчику нужно обеспечить 634 заряда. Заявки принимаются до 4 марта. В День города и День России фейерверк должен длиться не менее 7 минут. Для этого необходимо 565 зарядов. Срок окончания приема заявок – 9 марта. С воскресенья 20 февраля в Пермском крае начнется оттепель. В ближайшие дни в регионе ожидается сильный ветер, но в выходные погода резко изменится. В ближайшие дни на Северо-Западе будет так же теплее, чем на остальной территории края. А начиная с 20 февраля в связи с усиливающимся затоком тепла с Атлантики, оттепели, возможно, уже на большей части прикамья. Хотя и будут не такими интенсивными, как в эти же дни, например, 2020 года. Пик потепления можно ожидать 23 февраля. Температура повысится до плюс 2. А вы знали, что буровзрывной способ – это основной способ разрушения горных пород при отделении их от массива? Таким способом сегодня добывается 70% объема полезных ископаемых в России. А техника для таких работ производится в нашем крае. 25% техники, которая применяется для буровзрывных работ при добыче полезных ископаемых в России, производится в Пельме. Производится оборудование специальное для производства взрывчатых веществ и их компонентов. Для их транспортирования, заряжания, производства. Ну и все, что связано с их оборотом на гурных предприятиях. Машиностроительное направление компании «Азоттех» было создано еще в 2012 году. Решение о запуске собственного цеха в Пельме было принято в 2017. Для этого краевая столица была выбрана неспроста. Не только потому, что «Азоттех» исторически родом из Пермского края, из Березняков, но потому, что Пельме – это промышленный центр страны, большой истории. Принимая это решение, мы понимали, что здесь у нас будут сильные кадры, сильная команда. Этот опыт городские власти планируют учесть в новой версии стратегии социально-экономического развития Пельми. Лично оценил промышленный потенциал предприятия глава Пельми Алексей Демкин. Потенциал, инженерный потенциал, креативный потенциал в Пельми живет, развивается. Отрадно то, что более крупные компании, холдинговые компании инвестируют в развитие этой деятельности. Для нас важна занятость нашего населения. И не только рабочих профессий, но и инженерных профессий, конструкторов. Отрадно то, что это происходит. Уголь, золото, железная руда и другие полезные ископаемые. Для каждого месторождения изготавливается техника по индивидуальным параметрам. О серийном производстве здесь речь не идет. В линейке продукции компании уже более ста различных модификаций буро-взрывной техники. Большой интерес производства вызвало и у иностранных компаний. Сейчас предприятие находится в стадии заключения нескольких контрактов на поставку оборудования за рубеж. Подробнее о предприятии смотрите в специальном репортаже на «Ветте» 21 февраля в 19.15. Валерия Ермакова, Евгений Загрязкий, телекомпания «Ветта». Быстро или нет пробежала неделя – решать вам. Но завтра уже выходные. А значит, настало время строить планы. И на следующую неделю тоже. Не забывайте про выходной 23 числа. Идеи для интересного времяпрепровождения сейчас предложим. Удивительное рядом. Ваши выходные вполне могут пройти под таким флагом, если вы найдете немного свободного времени и доставите себя на пермскую ярмарку. На выставке народных промыслов есть вся шанс обнаружить, что жизнь за пределами интернета существует. Она довольно разнообразна и выразительна. Участники выставки, мастера со всей России в Пермь, они привезли результаты своего труда. И у нас есть прекрасная возможность познакомиться с образцами старинных ремесел. А кое-что даже забрать с собой к себе домой, чтобы наше личное пространство стало приемлемой для жизни. Стоит отметить, что многие из участников выставки до поры до времени были вполне себе успешными горожанами, но поменяли урбанистический образ жизни на крестьянский. Личные истории, достойные того, чтобы познакомиться с их авторами. Ура! Свершилось! Если вы любитель Пермского театра оперы и балета, это восклицание вполне характеризует настроение выходного дня. Потому что именно в эти дни состоится премьера двух легендарных постановок. Речь идет о свадебке. В основе сюжета – народные свадебные песни. Стравинский задумал хоровую кантату на тексты русских обрядных песен больше век назад. Премьера в постановке Баранислава Нежинской хореографа русского балета Сергея Дягилева с большим успехом прошла почти 100 лет назад. Но истинного триумфа на этом поприще добился балетмейстер Иржи Киллиан. В начале 80-х он поставил свадебку в Нидерландах. 10 лет назад хореографы его фонда помогли выпустить спектакль в Перми. И правда, через три года по условиям контракта репертуару пришлось с ним расстаться. И вот свадебка снова с нами. Второй балет – «The Second Retail» у Лима Фарсай – это лидер неоклассического балета. Его фонд также 10 лет назад подготовил спектакль для сцены Пермского театра оперы и балета. Спустя время он покинул репертуар. И вот он снова с нами. 14 танцовщиков под изобретательный синтетический бит голландского композитора Тома Уильямса. Постоянного соавтора Фарсайта иллюстрирует излюбленный прием хореографа. Единство и противопоставление участников танцевального процесса. В Доме художника новая выставка. Ее автор Алексей Мургин – директор Уральского филиала Российской академии живописи Ильи Глазунова. К тому же он играющий тренер, то есть преподаватель этой самой академии. И вот вопреки серьезной занятости, находит в себе силы заниматься изобразительным искусством. Мургин – адепт школы реализма. В фокусе его внимания – городской пейзаж природы. Единственный портрет на выставке он посвящает своей семье. В Пермской арт-резиденции открылась выставка Сергея Долганова, выпускника Широковской школы. То есть специализация его – это портретный жанр в оптике его личных предпочтений звезды мирового и отечественного масштаба, в основном из музыкальной сферы. Здесь надо отметить, что сам автор стремится развиваться в разных направлениях, и музыка – одно из них. Основное его место работы, например, это ансамбль ярмарка. Ансамблевость – основная черта творчества нашего визави в изобразительном искусстве, но обращается ко многим жанрам, в том числе натюрморту, пейзажу и социальной драме. Объять необъятная задача мало кому по плечу, и вот, собственно, зрителю и предстоит разобраться, как же с ней справляется автор. Частная филармония «Триумф» продолжает проект «Немое кино», который позволяет зрителям раз в месяц прикоснуться к ушедшей эпохе известного пермского кинотеатра, погрузиться в его особенную атмосферу, познакомиться с золотыми хитами немого кинематографа и поделиться своими впечатлениями о старом кино. На этот раз в его афише «Метрополис» – город будущего, который разделен на две части. Под землей находится жилище рабочих, над ними цеха с машинами. В верхнем городе расположены офисы, богатые кварталы и сады развлечений. Вся власть в городе принадлежит магнату, его сын догадывается о несправедливости, царящей в «Метрополисе». Спустившись однажды в машинную зону, он приходит в ужас, видит страшного молоха, пожирающего людей. Не в силах осмелиться с уведенным, он начинает борьбу со злом. Не упускайте возможности провести свое свободное время увлекательно, иначе будни нам этого не простят. Недавно прочитала, что мужчины на подарок 8 марта тратят в 3-4 раза больше денег, чем девушки на 23 февраля. Вчера решила вступить в дискуссию на эту тему с таксистом. Вы знаете, они любят поболтать. Так вот, мужчинам неприятно, что они должны дарить почаще, да подороже. Мой таксист, например, до сих пор обижается на жену за новогодний подарок. Он раскошелился на презент за более чем 30 тысяч рублей, а сам довольствовался подарком за 600 рублей. В итоге жена еще и добавила, что вообще забыла про подарок и выбрала первое попавшееся. Что еще обиднее? Интересно, сколько сейчас пермики готовы потратить на гендерные подарки? Люди говорят. Одинный процентов 8 марта и 23 февраля ждут с нетерпением. И деньги на подарки не считают. Ну, процентов, наверное, 20 от зарплаты. На 23 февраля обычно, конечно, это затраты, но я не стараюсь покупать какое-то там самое такое простое, да, духи, дезодоранты и так далее. То, что пригодится, например, сертификат куда-то, это сейчас очень актуально, потому что муж там, брат, сами могут выбрать, что им нужно. Как правило, ну, тысячи по три, по четыре на одного человека близкого. Мама, молодой человек, подруги. Примерно так. У меня стипендия получается, тысяча рублей. И в основном я никому ничего не дарю, потому что все меня понимают. Мне в основном сами дарят люди. Папе стараюсь обычно делать всякие подарки своими руками. Это открытки на День всех влюбленных, тоже всякие валентинки дарю. А так, ну, на 8 марта, на День рождения, банально, цветы маме, все. На 8 марта я родным и близким до пяти тысяч дарю. Ну, родным, а близким, ну, до двух. Стараюсь всегда хорошие подарки дарить. Ну, вот сейчас еще сама не знаю, что подарить, но он у меня служил. Вот. Сама еще не придумала, поэтому. Может, вы мне подскажете? Оставляю где-то, наверное, ну, до 10 тысяч, может быть. Вот это цветы, ну, и что-то креативное. Подарить, что нужно, что пригодится в жизни. Последний раз мою девушку порадовала подарок, когда я подарил ей телефон. Не айфон, конечно, но у нее как раз сломался и ей был необходим. Подарки бывают разные. Символические, шуточные, хоббитские. И это не производные от слова хоббиты, а от хобби. Могут быть полезными, денежными, коллекционными, эксклюзивными. Всякими разными. Но главное, чтобы они были с душой. Согласны? Когда я езжу разно в свои путешествия, люди привозят сувениры. Я привезу чемодан листьев. Бизнес на листьях. Евгения придумала его несколько лет назад. Она использует растительные пигменты для создания уникальных красцветок на авторских платках. Здесь используются листья мандариновые, папоротника. Смотрите, он как змеиная кожа вообще. Он так переливается бесконечно красиво. Все это очень экологично. Никакая... По сравнению с анилиновыми красками, которые используются в батике, здесь в природе не наносится никакой ущерб. Поэтому вся моя техника, она очень бережна как к людям, так и к природе. Бережное отношение к людям и к природе. Негласная креда происходящего. В Пермь на большую ежегодную ярмарку народных промыслов съехались сотни мастеров со всей страны и края. Перед посетителями огромный спектр ремесленного искусства. Семья из Анапы, например, привезла коллекцию легких переносных ткацких станков. Семейный бизнес самый миниатюрный для поясов, большой для ковров. Очень многие по России школы, музеи заказывают у нас эти станочки. Потому что, во-первых, они действительно экологические, из чистого сырья Бука. И потом на них очень легко обучаться, легки в заправке. Дети буквально обучаются за два мастер-класса, начинают ткать и с удовольствием это делают. А вот дивной красоты керамика из белой глины. Ее родина – Ростовская область. Характерная черта – пейзажная живопись с донскими мотивами. Каждый предмет – это еще и чувство уюта и душевного равновесия. Роман Коробейников из Удмуртии уверен, это касается и его посуды. Вся она из натурального дерева. Дуб, ясень, ольха, береза, розовая акация, белая акация, черный орех, грецкий орех. Уникальный природный рисунок, оригинальная форма – отличительная особенность авторской посуды из Удмуртии. Есть, например, тарелка, которая способна заменить собой целый сервировочный набор на обеденном столе. Сюда вы положили картошечку вареную, сюда огурчики маринованные, сюда капусту квашеную, а сюда соус майонез. Почувствовать вкус качественной жизни можно до 21 февраля, последний день работы выставки. Ну а пока у нас впереди несколько счастливых дней. Время, когда можно открывать для себя новый мир, во всяком случае точно приобрести полезное хобби. В рамках ярмарки состоится цикл мастер-классов. Мы, кстати, специально для вас освободили время на чтение книги. Подборку свежей прессы мы прочитаем. За вас пресс-парад. Почти треть всех российских налогов в прошлом году собрали в Москве и Югрем. При этом нефтедобывающий регион перечислил в федеральный бюджет рекордные 3,75 триллиона рублей. А большая часть налогов, собранных в Москве, досталась городской казне. В топ-10 по сборам также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан, Самарская область, Красноярские и Пермские края и Иркутская область. Меньше всего налогов было собрано в Ингушетии, Еврейской автономной области и Тыве. При этом основные поступления в бюджет обеспечивают налог на добычу полезных ископаемых, налог на прибыль, НДС и НДФЛ. Из них регионам достается только налог на прибыль и НДФЛ. Европейцы начали скупать автомобили «Ладом». В январе продажи новых автомобилей «Лада» в ЕС взлетели в годовом выражении в два с половиной раза. В общей сложности европейцы купили 154 автомобиля. Ранее «Лада» стала самой востребованной маркой автомобиля в России, а ее наиболее популярными моделями оказались «Гранта», «Веста» и «Калина». Далее расположились марки «Хюндай» с моделями «Солярис и Грета» и также «Киос Рио», «Спортедж» и «Кит». Американский производитель женского нижнего белья «Виктория Секретс» впервые в истории представил компанию, в которой приняла участие модель с синдромом Дауна. Об этом девушка сообщила на своей странице в Инстаграм. 24-летняя поэрториканка София Джира опубликовала пост, в котором объявила, что стала лицом инклюзивной рекламы коллекции бренда под названием «Ловклауд». Отмечается, что манекенщица снялась в нижнем белье брендов, промо-ролики и фотосессии, которая появилась на сайте марки и страницах журнала «Вок». Известно, что автором съемки выступила фотограф Зои Гроссман, которая ранее снимала таких знаменитостей, как Ирина Шейк, Скарлетт Йоханссон и Белла Хадид. Заплатил налоги – спи спокойно. Лично у меня эта фраза на слуху с самого детства. Когда я уже официально вступила в ряды налогоплательщиков, для меня это стало некой мантрой. Собственно говоря, сплю я спокойно, потому что вовремя плачу, разбираюсь в налоговых вычетах и других нюансах. Ну а если вам вдруг нужна помощь, комментарий недели вам все разъяснит. Лицам, которые впервые в 2021 году приобрели статус льготной категории, например, стали пенсионерами, предпенсионерами, лицами, имеющими трех и более несовершеннолетних детей, ветеранами боевых действий и так далее, а также лицами, которые имеют право на получение налоговых преференций, но не обращались в налоговые органы ранее для получения льготы по налогу на имущество, вычета при расчете земельного налога, транспортному налогу, необходимо обратиться с заявлением и подтверждающими документами в налоговый орган по своему выбору с использованием личного кабинета налогоплательщика или через филиалы МФЦ в крае. По результатам рассмотрения заявления о льготе налоговый орган должен направить уведомление о предоставлении налоговой льготы либо сообщение об отказе в предоставлении такой льготы. Информация для налогоплательщиков о налоговых ставках и льготах, установленных в субъектах Российской Федерации, размещена в электронном сервисе справочной информации о ставках и льготах по имущественным налогам. Еще в прошлом году военком начал отбор резервистов. Насколько я знаю, звание это не только почетное, но еще и выгодное. Кто может заключить контракт на три года, сейчас расскажем. Краевой военный комиссариат продолжает набор граждан в мобилизационный людской резерв. Это резерв граждан, пребывающих в запасе, обязательно отслуживших в вооруженных силах. Те ребята, которые будут находиться в постоянной повышенной боевой готовности. В течение года раз в месяц на три дня планируется призывать этих граждан, этих резервистов на тренировочные занятия. И один раз в год призывать на военные сборы на один месяц. Контракт на три года могут заключить солдаты, сержанты, прапорщики в возрасте до 42 лет, младшие офицеры, включая капитана, до 47 лет, старшие офицеры до подполковника до 52 лет, полковник и капитан первого ранга до 57 лет. По контракту резервистам предоставляются различные льготы и социальные гарантии. Из социальных гарантий это медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение, обязательное государственное страхование жизни и здоровья за счет федерального бюджета. Служба в мобилизационном людском резерве предполагает выплату денежного удовольствия военнослужащим и сохранение средней заработной платы по месту работы. Чтобы пойти служить в мобилизационный людской резерв, необходимо обратиться в военный комиссариат по месту жительства или позвонить по телефону 217-55-00. Валерия Ермакова, Татьяна Сарамотина, телекомпания «Ветта». Подскользнулся, упал, закрытый перелом, очнулся, гипс. Вот чтобы эта крылатая фраза из знаменитого фильма не воплотилась в реальность, нужно, кто бы мог подумать, правильно падать. Сейчас, кстати, самое время научиться. Снег немного подтаивает, замерзает, местами на улице очень даже скользко. Ну и под ноги не забывайте смотреть. И пищу, богатую кальцием, есть тоже поможет. Прогноз погоды в феврале этого года удивляет своим разнообразием. Положительную температуру может резко сменить похолодание. Итог – гололед на улице, который становится причиной многочисленных падений. Согласно данным Национальной ассоциации содержания дорог, за зиму в городе с населением от 500 тысяч до полутора миллионов из-за гололеда получают травмы около 8 тысяч человек. Каждый пятый больничный выписывается по причине падения на улице. В зимний период количество обращений, как правило, увеличивается в 2-3 раза. И в основном это люди трудоспособного возраста. Чаще всего это ушибы. Реже это переломы. Как правило, переломы чаще всего типичные такие переломы – это перелом луча в типичном месте, перелом лодыжек, костей голени. Также часто встречаются растяжения. В 4% случаев из-за падения возникают травмы головы, после которых человек далеко не сразу обращается к врачу, хотя они очень опасны, особенно для детей. Если травма у ребенка, нужно в любом случае обращаться к врачу. Если это взрослый человек, то также нужно обратить внимание на симптоматику. То есть если появляется головная боль, если появляется тошнота, не дай бог рвота, какие-то спутанность сознания, здесь это уже серьезный или ушиб, или сотрясение, или ушиб головного мозга. Это очень серьезная травма. Здесь в любом случае тоже нужно обратиться к врачу. Чтобы избегать травм, нужно знать и соблюдать правила выживания на льду. Эксперты советуют не держать руки в карманах, передвигаться по льду, чуть согнув колени или ходом лыжника. Так вероятность обезопасить себя от травмы существенно возрастает. Падать нельзя, прежде всего, на прямую руку или на прямой локоть. Лучше руку вот туда вот не выставлять. Как раз таки сгруппироваться. Чем плотность больше, тем урон от падения будет меньше. Рекомендуется при падении согнуть ноги в коленях, чтобы упасть не с высоты своего роста, и по возможности приземлиться на бок, вытянув руку для увеличения площади. Приземляться на копчик не стоит, так же, как и выставлять вперед руку или локтевой сустав. Если упасть правильно не удалось, то с визитом к врачу лучше не затягивать, особенно если боль после травмы усиливается, а отек или гематомы растут. Но все же лучшее падение – это то, которого не было. Поэтому обходите стороной скользкие участки дороги, надевайте правильную обувь и будьте внимательны. Александра Бабицкая, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». То, что родители постоянно беспокоятся за своих детей – не секрет. Чихнул врача, упал врача, поцарапался врача, пятнышко на спине – тоже врача. Одна моя подруга вызвала медика только потому, что нашла у ребенка седой волос. Оказалось, он просто был светлым. Паника родителей в такие моменты не имеет границ, зачастую она необоснованная. Чтобы родителям было проще разбираться – здоровые дети. Количество детей, заболевающих раком, растет ежегодно, как в мире, в России, так и в Пермском крае. К сожалению, такова статистика, констатируют специалисты. Становится больше детей заболевших, становится детей больше выздоровевших, и очень много детей состоит на учете уже с перенесенным онкологическим заболеванием. На сегодня в отделении находится более 60 детей, получающих интенсивную химиотерапию. Это очень много. Всего на учете в онкоцентре сейчас состоит 883 ребенка. Причин возникновения онкологического заболевания – несколько. Детский рак – это мультифакторное заболевание, которое развивается в результате нарушения в геноме клетки, которое потом в дальнейшем становится раковым. Что повлияло на развитие патологии, мутации в геноме этой клетки, сказать у конкретного ребенка невозможно. Либо это передача через наследственность от родителей, бабушек и дедушек о ломке этого гена, когда он становится очень слабым. Либо это воздействие извне факторов, но в большей степени это сочетание всех факторов эндогенных и экзогенных. Однако, если еще 20 лет назад выздоравливало только 30% больных, то сейчас практически 80% детей после лечения возвращаются к полноценной жизни. Чем раньше поставлен диагноз рака, любого рака, взрослого или детского, тем выше вероятность того, что пациент может выздороветь. Не для таковой секрет, что с первой и второй стадии рака выздоравливают 90-95% наших детей. Это уже наши личные статистические данные. На сегодняшний день, применяя современные методики лечения, в том числе, которые суперсовременные, это таргетная терапия, это биопрепараты, это комплексное лечение с применением технологии с пересадкой стволовых клеток и костного мозга от доноров, это иммунная терапия, приводит к тому, что мы можем излечивать сейчас те заболевания, те виды раки, которые раньше считались фатальным и уже изначальным. И на самом деле рак, особенно детский рак, это не приговор. На сегодняшний день мы можем вылечить даже ребенка с четвертой стадии рака. Симптомов онкологического заболевания может быть много. Это может быть быстрая утомляемость. Ребенок стал не таким, каким он был вчера. Это могут быть немотивированные, то есть без проявления какой-либо инфекции, подъема температуры. Это могут быть уже увиденные мамой объемные образования. Например, в животе, когда она купала, она заметила, что у ребенка в животе есть какое-то образование, которого раньше не было. Это различные проявления рвоты, головные боли при опухолях центральной нервной системы. Главное, что нужно помнить родителям, что если ребенок не такой, как вчера, и если эти симптомы повторяются изо дня в день, то нужно обязательно обратиться к участковому педиатру. Не знаю, как точно у вас проходит утро, размеренно или сумбурно, самое приятное, что мы составляем вам компанию. И надеюсь, помогаем начинать день с правильной ноты и в хорошей компании. Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!